Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и богата до неприличия. Начать! Ээээ... А почему мы находимся в тайной комнате Блейка? Это что, сон или флешбек? Так, давайте разбираться по ходу. Наступает ночь. Вечер был тяжелый, ты с трудом успокаиваешься. Перед тобой коллекция ночного белья. Ты пытаешься понять, какой из нарядов заведет Блейка сильнее. Интересно, какой из этих нарядов напомнит Блейку о наших прекрасных ночах? Вау! Блин, я аж засмущалась, капец! А бесплатный интерес? Да, как раз! Ну, это не честно. Тех, у кого нет алмазов, вот такое получать, ну, совсем не честно. Это даже не белье. Это какой-то халат. Ну да, мы вот этот возьмем. Прикол! И прически какие-то... Нет, не старые. Я не понимаю, что происходит. Этот наряд не просто вызовет прекрасные воспоминания. Я знаю, он еще сильнее разожжет в нем желание. Ты, наконец, выходишь к Блейку. В этой комнате ты сразу чувствуешь мощный прилив горячей энергии. Ты вспоминаешь о том, что было несколько месяцев назад. Блейк в восторге. Он не может оторвать от тебя глаз. Он упивается видом твоего тела. По его взгляду ты понимаешь, он уже начал раздевать тебя глазами. Ух ты! Тебе нравится? Просто ух! Не говоря больше ни слова, Блейк подходит и крепко прижимает тебя к себе. Он относит тебя на кровать и устраивается у тебя за спиной. Руки у него жесткие, но их прикосновения полны нежности. Он закрывает твои глаза шелковой лентой и завязывает ее у тебя на затылке. Он завязал мне глаза? Как интересно! Его руки опускаются к твоим ногам. Он быстро привязывает каждую ногу к отдельному столбику кровати. Минутой позже он делает то же самое с твоими руками. Теперь расслабься. Несмотря на путы на руках и ногах, ты расслаблена и спокойна. Блейк, как мне этого не хватало? Тебя захлестывают волны ностальгии и знакомого тепла. Именно это ты ощущала, когда вы с Блейком были в особой комнате. Ты с наслаждением отдаешь себя во власть Блейку. Такой меня знает Блейк. Только Блейк. Так. 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 Продолжение следует... 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 насколько я помню. Так, а что выбрать? Ага, значит, за 17 мы с ним поговорим, а за 27 расслабимся. Но я так думаю, что мы в любом случае с ним поговорим. Ой, я прям не могу от этой ситуации. Настолько была драматичная прошлая глава, и здесь прям хуй, Блейк, как будто мы вернулись в первую книгу. Но, наверное, давайте начнем с самого горячего. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прошло так много времени. Почему он вернулся? Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 а теперь дай своим мыслям отдохнуть. Его тон почти холоден. Сказав это, он выходит за дверь. Ты остаешься в комнате одна. Место, которое он занимал, пока был здесь, стало пустым и холодным. Ты просыпаешься, все еще не придя в себя после событий этой ночи. Мысли ходят по кругу, как заезженная пластинка. Они снова и снова возвращаются к ночи с Блейком, к его прикосновениям, его словам. Что это было? Что вообще все это значит, если на то пошло? Почему он не может прямо и честно рассказать, что происходит? Тебе так тяжело оставаться во тьме. Как бы я хотела сейчас поговорить? С какой тетей Хелен ты чего, с дуба упала? С папой. Он был постоянно занят работой. Если папа не на совете директоров, значит на встрече с клиентом. Если он не выступал где-то с речью, значит делал презентацию в офисе. Ничто не могло помешать ему ответить на звонок по работе. Но если мне нужно было с ним поговорить, он тут же откладывал все свои дела и находил время выслушать меня. Он так хорошо умел слушать. Ты проходишь по коридору, минуя отцовский кабинет. В этой комнате ты когда-то проводила так много времени. Раздается сигнал телефона. Ты видишь на экране имя Итана. Последние несколько дней он звонит мне не переставая. Пожалуй, мне неинтересно, что он может сказать. Ну как это? Мне интересно. Ты сбрасываешь звонок и кладешь телефон в карман. Тебе все еще больно думать о нем и об Ане. Ты входишь в кабинет. Все здесь кажется чужим, хотя и знакомым. Воздух здесь тяжелый. Он наполнен запахом старых книг. На секунду тебе кажется, что здесь еще витает запах отца. Ты словно видишь, как он работает здесь, не разгибая спины. Он всегда тяжело работал, чтобы обеспечить семью. Старался заработать не только на хлеб. Он вкалывал, чтобы подарить тебе жизнь, о которой большинство может только мечтать. Когда я вспоминаю о нем, я чувствую гордость. Этот человек работал как волк. Он поднялся с самого низа. Из мелкого корпоративного клерка он превратился во владельца собственной компании. Он не жалел себя. Он заслужил свой успех. Ты рассматриваешь полки, пробегая пальцами по корешкам книг. Одна из книг стоит ненадежно. Ты касаешься ее, и она падает на пол. Ты поднимаешь ее, чтобы поставить на место, но из пустого любопытства решаешь перелистать. К твоему удивлению, это какой-то дневник. Ты пробегаешь глазами записи. Одна из них привлекает твое внимание, поскольку адресована тебе. Ты читаешь. Моя обожаемая дочь, я должен кое в чем тебе признаться. Этот секрет я намерен унести с собой в могилу. Я делаю это признание скорее для себя, чем для других. Хочу снять камень с души. Ты можешь не понять меня. Я и не жду, что поймешь. Я сделал то, что на тот момент казалось необходимым, чтобы защитить тебя. Ты была еще ребенком. Ты дрожишь, страшась того, что тебе предстоит прочитать. Сначала я хочу извиниться за то, что собираюсь тебе сказать. Об этом не знал никто в семье, даже твоя мач. Ты захлопываешь книгу и со всех ног несешься в свою комнату. Ты пытаешься убежать от правды, которую тебе предстоит узнать. Вбежав в свою комнату, ты захлопываешь дверь и прислоняешься к ней спиной. Книга словно тянет тебя вниз. Ты сползаешь и садишься на пол. Боже мой, что я нашла? Ну как это не читать? Это вообще скорее всего именно будет правда о том, что же случилось. Получается даже Элла не была в курсе, а теперь за это расплачивается. Так, сесть и взять себя в руки. Ты берешь стул и садишься. Слишком много всего на тебя навалилось. Твои мысли беспорядочно мечутся. Что это может значить? Пока не прочитаешь, не узнаешь. Ты не прочла и пары абзацев, и уже пришла в ужас. Ты решаешь быть сильной и берешь себя в руки. Ты приводишь мысли в порядок и принимаешься читать дальше. В ту трагическую ночь много лет назад, когда вы с друзьями угнали мою машину, случилось ужасное. Вы безобразно вели себя на дороге. У мужчины в машине, которой вы сели на хвост, случился сердечный приступ. Он потерял управление и врезался в дерево. Ты громко ахаешь в тишине пустой комнаты. Воспоминания о той ночи захлёстывают тебя, словно где-то прорвало плотину. Этот человек, да упокоит Господь его бедную усталую душу, погиб. Расследование связало эту аварию с моей машиной. Через несколько дней меня вызвали на допрос. Узнав обо всём, я, разумеется, испугался. Что будет с тобой, моей единственной дочерью? Тебя посадят? Я не мог этого допустить. Впервые в жизни я решил поступиться принципами. Используя своё положение и связи, я обратился к мэру города. Нет, не верю. Разве он мог? Я с ним договорился. Я жертвую городу солидную сумму, а мэр гарантирует, что расследование будет закрыто. Неудивительно, что мэр согласился найти условия. Я пытался оправдать свой поступок. Я помню, как сказал ему, что мой автомобиль не касался машины жертвы. Подкупил выборное лицо, чтобы спасти мою задницу. Все эти годы меня снидает чувство вины. Я часто думаю о своём поступке и гадаю, правильно ли я поступил. Иногда я думаю, что всё сделал правильно. В другое время я вовсе в этом не уверен. Единственное, во что я верил тогда, только так я мог спасти тебя. Остальное не важно. Ты окаменела. Запись потрясла тебя до глубины души. Ты понятия не имела об этой сделке. Единственное, что зацепилось у тебя в памяти, то, как после этого случая отец запретил тебе видеться с друзьями. Разумеется, я запомнила только это. Я была глупым подростком. Мы даже не задумались о том, что натворили. Неужели он так долго хранил эту тайну? Ну, его можно понять. Да, мы, люди, можем делать плохие поступки во имя любви к своим близким и родным людям. А чем отличается выбор? Ему пришлось так поступить, отпростить его. Я не вижу здесь, чтобы она злилась на него вообще в этих вариантах. Ему пришлось так поступить. Ты сделал то, что должен был сделать, папа. Все это время тебе приходилось платить за мои ошибки. Но если я правильно поняла, то этот человек получил сердечный приступ именно из-за ужаса, что не сели ему на хвост. Он испугался. Но если это так, то, конечно, они виновны. И, возможно, могли спасти его, если не дурачились, они проехали там мимо, не бросили его. А если он сам по себе, ему стало плохо, то я не вижу их вины. Ну, единственное, если они видели, что с ним что-то случилось и проехали мимо, это да, это совсем другой разговор. В общем, очень мало информации. Все равно, чтобы мы могли как-то проанализировать и вынести свой вердикт, кто прав, а кто виноват. Все равно много чего остается неясным. Ты выходишь в гостиную. Агент Дэвис уже там. Увидев тебя, он тут же поднимается на ноги. Доброе утро, мэн. Ты вежливо киваешь, и он снова садится. Я вызвала вас, поскольку кое-что нашла, просматривая вещи отца. Я должна поделиться этой информацией с вами. Ты достаешь дневник и машешь им в воздухе. Агент Дэвис пристально смотрит на дневник. Его с ней дает любопытство. Я нашла дневник отца и обнаружила среди записей что-то вроде признания. Это было для меня неожиданностью, мягко говоря. Думаю, это могло бы помочь нам раскрыть тайну смерти моего отца и даже найти Немезиду. Агент Дэвис тут же вытаскивает блокнот и ручку. Он готов записывать. Рассказывайте. Вы все найдете сами в этом дневнике. Думаю, все дело в том случае, когда мы с друзьями угнали машину. Агент Дэвис осторожно берет дневник и принимается изучать запись. Ты продолжаешь. Мы с друзьями решили покататься на машине отца. Мы хулиганили на дороге. Из-за нас произошла небольшая авария. Дело внезапно кончилось смертью водителя. Большая часть этой информации была мне неизвестна. Так, получается, ему стало плохо, и они, поскольку ехали близко за ним, врезались в него. Ну, ребята, Элла, как ты могла об этом не помнить? Я не понимаю. Остальное стало для меня полной неожиданностью. Я ничего не знала о том, какой отец принял решение. То есть, он подкупил мэра, чтобы закрыть дело? Мне вот интересно, ты откуда взялся, Спенсер? Ты поворачиваешься. В дверях гостиной стоит Спенсер. Ты очень недовольна. Спенсер, ты давно там стоишь? Давно. Кем был второй водитель, не знаешь случайно? Агент Дэвис поднимает голову от дневника. Он спокоен, но в его голосе чувствуется напряжение. Это именно то, чье имя нам нужно узнать. Человек за рулем второй машины. Если верить отцу, он погиб. У него могли остаться семья, родственники. Очень возможно, что они хотят добиться справедливости. Или отомстить. Это вполне понятный мотив. Вы правы. В то же мгновение страх высасывает весь воздух из твоих легких. Хорошо. Это новый поворот в деле. Я запрошу необходимые ресурсы и прикажу своим людям копать в этом направлении. Копайте, Агент Дэвис, копайте. Спенсер молчит, внимательно прислушиваясь к вашему разговору. Сегодня я собираюсь поехать в офис. Я готова взяться за дело всерьез и стать наследницей отца. Я должна продолжить его дело. Будет собрание совета директоров. Мы подписываем важную сделку с новым клиентом. Я должна быть там. Послушай, тебе не нужно никуда бежать. Я сам во всем разберусь. Возьми отгул, отдохни дома. К тому же, покидать дачу слишком большой риск. Он снова указывает, что мне делать. Да, еще и Итана нет рядом. Так, спросить совета. А да, давайте спросим. Мужчины явно такого не любят, когда... Ну, типа, ты показываешь, что твое мнение мне не так важно, а мне важно мнение агента Дэвиса. Ты поворачиваешься к агенту Дэвису. Агент Дэвис, а что думаете вы? Стоит ли мне ехать в офис? Ну, если будет достаточно охраны. Не вижу, какие могут возникнуть проблемы, если вы сходите на это собрание. Ты победно поворачиваешься к Спенсеру. Вот так, все решено. Господи. Я приняла решение. Я еду. Точка. Хорошо. Я выделю несколько человек для охраны. Агент Дэвис покидает комнату. Он должен продолжать расследование. Спенсер внезапно подходит и обнимает тебя. Блин, ну он вообще реально не понимает, не доходит, как бы мы ему ни говорили, каким тоном, сколько гадостей бы мы ему ни сказали. А он все за свое. На его лице отражается легкий стыд и сожаление. Он неловко извиняется за свое поведение. Эл, послушай, я... Я хочу извиниться за то, что вел себя как придурок. Ты хочешь сказать, как полный козел? Да, прости, что в последние дни я вел себя как полный козел. Я знаю, этим делу не поможешь, но я все равно извиняюсь. Спенсер совершенно прав. Он вел себя как козел. Но когда человек извиняется, это тоже большой плюс, я считаю. Не каждый может извиниться. Простить. Давайте рискнем, посмотрим, как он будет себя вести после этого. Еще один шанс даем тебе. Извинения приняты. Тебе хочется поскорее закончить этот разговор. Просто мне все это время было очень нелегко. Всем было нелегко. И все вели себя в этой трудной ситуации по-разному. Одни держатся, другие ломаются. Ничего нового. Верно. Я все-таки могу проводить тебя в офис. Ну, не в таком виде, Спенс. Спенсер удивлен и даже шокирован. Прости, что? Я не думал. Я говорю об одежде, Спенс. Ты собираешься явиться на важную встречу, одетым вот так? Это один из самых престижных наших клиентов. Парадный костюм, Спенс. Парадный? Конечно. Спенсер уходит, чтобы привести себя в порядок. Ты улыбаешься, ощутив свою власть. Это новое и очень приятное чувство. Ух ты! Как это вы решили закончить? Вот это да. Я думала, мы сейчас будем наряжаться на работу. Но, видимо, это будет в следующий раз. Ну что, друзья. Как вам это неожиданное появление Блейка вообще прям в самом начале главы? Я до сих пор в шоке. Но, видимо, он уже будет возвращаться в нашу жизнь. И мне очень жалко, что Элла до сих пор не хочет поговорить с Итаном. Все-таки нужно с ним расставить точки над И, выяснить, выслушать его. Он заслуживает этого. Тем более, если он не виновен, мы должны с ним хотя бы помириться как-то. Ну, он хороший человек. Я к нему очень тепло отношусь. Плейлист этой истории вы, как всегда, найдете в описании под видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока!